Почти месяц хвойная красавица радовала десногорцев и гостей города своим видом. Она стойко перенесла морозы и многочисленные хороводы вокруг нее. Прощание с елочкой, Дедом Морозом и Снегурочкой не было грустным. Детвора танцевала, пела и активно участвовала во всех соревнованиях. По-настоящему теплым оказался конкурс объятий. А состязание паровозик стало проверкой на стойкость. Малыши весело падали, но продолжали движение. Развлекательная программа была насыщенной и интересной. Игры футбол, соревнования кто кого перетанцует, интерактивный конкурс от Снегурочки «Покажи подарок». Закрытие городской елки понравилось не только ребятам, но и взрослым. Праздник нам очень понравился. Обязательно придем в следующем году на закрытие елочки. Спасибо, все было очень замечательно. Главные герои Нового года Дед Мороз и Снегурочка порадовали детей конфетами и на целый год зарядили их хорошим настроением. Они ушли, но обещали обязательно вернуться. Весело и дружно проводили юные десногорцы елку на заслуженный отдых. Мне не грустно расставаться с елочкой, потому что мы нарядим ее еще в следующем году. И под елочкой будут подарки. Этот праздник состоялся благодаря кропотливой работе многих людей. Они трудились в новогодние каникулы, чтобы десногорцы могли интересно провести выходные. Спасибо большое комитету по образованию, что предоставили нам деток. Спасибо комитету по культуре за организацию мероприятия сегодня на улице. Ну и конечно сегодня работали мы, Центр культуры и молодежной политики, которые всегда рады и служат на благо города. В завершении мероприятия даже солнце посетило гостей елки, ослепляя ребят яркими лучами. Новогодние праздники закончились, но обязательно начнутся через год. Велита Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.